Всем привет, граждане казахстанцы, в частности, молодежь Республики Казахстан. Меня зовут Акиан Абержан, я молод, холост и горяч, как бы, да? У меня есть свои мечты, я хотел бы их реализовать в этой жизни, но режим Нурсултана Назарбаева на днях сказал мне, что я плевал на твои мечты, я плевал на твое будущее, понимаете, да? Да, на каждого из нас, вот от 18 лет начиная, да, Нурсултан Назарбаев плевал на наше будущее, и это заявляют четко и ясно, я полностью осознаю то, что могут прийти ко мне КНБ или полиция и убить меня даже за это, понимаете, да? Потому что я хочу счастливо жить, если меня убьют, знайте, что это сделал Нурсултан Назарбаев со своей системой управления страной. Эта система управления страной абсолютно не нуждается в том, чтобы были люди счастливые в этой стране. Я это четко и ясно заявляю. Итак, отталкиваясь от этого, ребят, молодежь Казахстана хорош уже. Если ты вот молчишь, да, ты не хочешь такого рода видео записывать, то знай, что ты раб, ты раб, конкретно раб, потому что ты молчишь. Да я лучше, ё-моё, свободным человеком помру, чем я рабом буду завтра под Китаем сидеть. Я не хочу ходить и мучиться до конца своих дней, да, и в раб сию Китая, чтобы меня кнутом били завтра. Я не знаю, молодежь, в чем молчите-то? Я вот ваш ровесник. Не стоит она того. И либо мы меняем нашу страну, либо, ё-моё, завтра просто... Да на нас плюнули в прямом смысле слова. Я вообще в шоке. Я в шоке от того, что произошло. Я это проглотить до сих пор не могу. Я не буду это проглатывать. Да ну нафиг. Я вынужден поменять эту страну. Я хочу сделать эту страну лучше. Внести, так сказать, свой гражданский долг в развитие нашей страны. Мы, ребят, давайте менять. Записывайте видео, кто против этой системы, кто не хочет жить в такой стране, кто хочет жить, как, допустим, Америка, да. Вы же видели все видео, мы же молодые. Видишь все видео, как там они живут, как они там гуляют, да, допустим. Мечты их не все впереди, как бы. Они добиваются счастливой жизни. Вот к чему я. Кстати, если меня убьют, меня убьют за то, что я хотел быть счастливым. Знаете, если придут ко мне КМБ или полиция, они не хотят, чтобы мы все с вами были счастливые, жили в развитой стране. И, кстати, да, эти люди плевали на своих детей так же, означает. Они не хотят своим детям дать счастливого, развитого будущего. Да, это я четко, ясно понимаю. По Конституции я имею полное право выражать свое мнение там, где я хочу и как хочу, только не использовать матершинные слова. Ну, как мы все знаем, да, это неприлично. Все, давайте менять, давайте как-то что-то двигаться уже. Хорош молчать уже. Это не дело. Я в такой стране жить не собираюсь. Зачем уезжать в другую страну, да, когда можно это все сделать в нашей стране? Зачем? Просто отдать должное, как бы, выйти на площади и изменить нашу страну. Призываю к мирным митингам, без оружия, ничего не портить, не ломать, не крушить, тем более оружие с собой не таскать. Я к этому не призываю. Я призываю, чтобы вы были безоружны, мирные. Вот к чему я призываю. Все в наших руках, в руках молодежи. Мы изменим эту страну, ребят, только нельзя молчать. Вам не понравилось, что убили человека, который хотел сделать жизнь в стране лучше? Не молчите, записывайте видео, выходите, об этом говорите, всем рассказывайте. Мы сделаем так, чтобы было все так, как мы хотим. Мы будем счастливы, мы изменим эту нашу страну. Все будет супер, все будет огонь. Кстати, да, Хайль, я жду вас в чате, в телеграме. Коще партия. Мы сделаем так, чтобы наши мечты абсолютно все исполнялись. Мы этого добьемся.